всем привет сегодня как вы видите я пострижен наконец-то у нас заработали салоны красоты парикмахерские спешу с вами поделиться этими эмоциями этой улыбкой а также у нас на обзоре сегодня 5 разных бюджетных нивелиров хочу поделиться как они работают по их стоимости какой из них дороже какой дешевле на сколько они функциональны и также как тебе как начинающему мастеру который хочет повесить сам картину повесить какую-то полку начать монтировать гипсокартон гипсокартонные профиля обязательно нужен какой-то будет бюджетный лазерный нивелир ну чтобы за него просто тупо не переплачивать и стоит вообще платить за какой-то брендовый дорогой нивелир больше денег сегодня это все по разбираем так что будет интересно пошли смотреть и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Здесь у нас находится зарядка, есть чем заряжать, потому что этот лазерный нивелир можно заряжать. Это металлическая площадка, которую можно подвесить, накрутить и тогда с помощью этой конструкции просто приматничивать наш лазерный нивелир. Ну что ж, наши лазерные нивелиры находятся на боевой позиции и мы теперь возьмемся их тестировать. Посмотрим, по каким характеристикам каждый по своей конструкции будет лучше или в чем-то хуже. И в конце, я думаю, подведем итоги, поставим каждому из этих нивелиров на свое место. Будет у нас их всего пять. Так, это у нас парксайд перформанс. Мне он нравится тем, что его можно заряжать так же, как и вот эту конструкцию. Дальше идет у нас Ада с красным свечением. Запустим. Так, ну что, друзья, мы их выставили плюс-минус. Они идут по очередности. Парксайд с зеленым свечением. Тогда идет Ада. Я могу сразу похвалиться, что он бьет ниже всех. Вот эта нижняя, самая нижняя линия, это Ада. Дальше. Деко. Попробуем включить все позиции. Если это возможно. Но это невозможно. С ними я еще сильно не разобрался, но это не суть. Дальше идет у нас Бош. И идет маленький парксайд. Теперь посмотрим на силу их свечения. В принципе, по горизонтали все светят более-менее похожи друг на друга. В частности, прямо по центру. А вот вверх, если мы поднимаемся выше. Вот он, парксайд начинает исчезать. За ним начинает пропадать Бош. Конечно, из красного свечения очень радует меня Ада. Ну что ж, вот это деко. Вот этот наш парксайд. Плюс-минус по свечению. Они очень похожи. Но вот именно деко на самом потолке бьет намного четче. И с ним работать будет намного интереснее, намного приятнее. И я думаю, что погрешность точно будет меньше. А Ада себя ведет совсем неплохо, так как у него красный луч. Но он очень хорошо виден. А вот Бош, он уже проиграл. Потому что его практически не видно. Вот если здесь поставлю третьим. С ним будет очень тяжело выставить какие-нибудь металлические профиля. По гипсокартону. Ну, будет совсем очень тяжело и трудно работать. А маленький парксайд, он уже давно потерялся. Спускаемся ниже. Вот он только теперь появился. И то еле-еле-еле его видно. Вот спускаемся ниже. Вот теперь видно все. Конечно, с зеленого свечения лазерные нивелиры больше радуют. Так как они светят намного ярче. И с ними было бы приятнее работать. И конструкция монтировалась бы более точно. Потому что даже в солнечный день видно замечательно. Ну что же, взглянем еще раз. До стены где-то у нас в районе трех метров. Снимаю с дальности трех метров. Поднимаемся выше. парксайд уже начинает пропадать. Здесь этот маленький нивелир. За ним Bosch не отстает. Деку меня очень сильно радует. Очень хорошо светит. Так же, как и парксайд. Все, мы движемся к потолку. Деку первый лидирует и за ним не отстает, конечно же, парксайд с зеленым свечением. Но на самом потолке луч парксайда исчезает, так как он не светит на все 360 градусов. А по горизонтали, в принципе, каждый из этих нивелиров очень хорошо справляется. В особенности, если расстояние в районе двух метров. Можно работать, в принципе, с любым. Так же и парксайд, он будет светить на все 360 градусов. Вот он, парксайд. Это парксайд. А тот лазерный уровень я не ставил по горизонтали. Но результат, думаю, будет очень похож. Вы только взгляните на это. У Деку такой сильный зеленый луч. Единственный минус, что он немножко широковатый. Довольно такой широкий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что же, друзья, пора подвести итоги. Сегодня на первом месте у нас Деко. Очень сильно порадовал. Этот лазерный нивелир сделан в Китае. Порадовала его цена. Она составляет от 60 до 70 евро. Очень нравится его лазерный луч зеленого цвета. Его будет видно даже в солнечную погоду, если вы находитесь в помещении и за окном солнца. И на 100% будет очень хорошо виден лазерный его луч. Очень нравится, что все его стороны светят на 360 градусов. Это тоже огромный плюс. Большой плюс, что его можно заряжать. Его не надо какие-то менять элементы, постоянно бегать в магазин. Или при работе у вас он сядет. То вы спокойно можете его поставить на зарядку, зарядить и работать с ним дальше. Порадовала очень его богатая комплектация. И с этим лазерным нивелиром вы практически можете делать все. И крутить гипсокартон, монтировать натяжные потолки, монтировать Амструб конструкции. Эта вещь является более профессиональной, хотя и очень сильно бюджетной. На втором месте у нас лазерный нивелир парксайд. Мы его покупали в Лидли. Это немецкая конструкция. Очень сильно радует его свечение зеленым цветом. Потому что так же, как и у предыдущей модели, мы можем его хорошо рассмотреть в солнечную погоду. Его луч светит тоньше, нежели в предыдущей конструкции. Это является одним большим плюсом. Опять же, нету каких-то элементов. Их не нужно постоянно бегать в магазин покупать. Есть слот для зарядки. Комплектация его была штатив, провод для зарядки и лазерный нивелир. Так что, очень порадовал. Его цена тоже составляет что-то 60-70 евро. Место номер 3 мы отдаем вот этому классному красному лазерному нивелиру. Также он светит красным лучом, как и его цвет. На дальность расстояния он очень сильно нас порадовал. Бьет где-то на 10 метров. И, в принципе, в квартире, когда за окном солнце, вы спокойно сможете с ним работать. Потому что его лазерный луч очень хорошо видно. Какой-то он и красного цвета. Цена его составляет 100-110 евро. Комплектация был чемодан, была тренога, штатив. Были очки и линейка для точности. Эта конструкция очень... Да, в принципе, эта конструкция подойдет для всего. Как для профессионала, так и для какого-то любителя. С ним вы спокойно повесите картину. А также смонтируете натяжные потолки или какие-то конструкции из гипсокартона. Отдаем ему третье место. Место номер 4. И вот эта классная вещь. Она стоит всего лишь 35 евро. Очень бюджетная. Подойдет любому любителю, который решил повесить полочку, повесить какую-то картину. Сам, самостоятельно, своими силами. Ему не нужно будет затрачиваться на какой-то лазерный нивелир, чтобы повесить картину точно и ровно. Из плюсов являются его габариты. Ну, конечно, он светит недалеко. Как вы видели, и очень слабо. Но в пределах 2-3 метров, если им светить прямо там на картину или на какую-то полочку, луч точно будет очень хорошо виден. И вы не потеряете очень много денег. Так что за его бюджетность и маленькие габариты ставим на место 4. Комплектация был сам лазерный нивелир и магнитный треугольник, чтобы его можно было примагничивать к каким-то металлическим конструкциям. Номер 4. Ну вот, мы подошли к номеру 5. Это последнее место. Хотя и брендовое название Bosch очень сильно огорчил нас, так как его аккумулятор очень маленький. Он очень быстро садится. Луч очень толстый. Его практически не видно. В солнечный день вы просто замучаетесь монтировать металлические профиля или крутить профиля для натяжных потолков, так как луч очень толстый. Его не видно. Вот тут включать его постоянно очень неудобно. Постоянно здесь вот это соскальзывает. Постоянно должен вот именно сконцентрироваться на его включении. В комплектации был штатив и сам лазерный нивелир. Но я считаю, что он своих денег точно не стоит, потому что есть его конкуренты намного дешевле и с более огромными возможностями. Это тот нивелир, за который не стоит платить деньги. Исходя из этого всего, мне кажется, что каждый из вас сможет выбрать для себя нужный лазерный нивелир. Единственное, что если вы решили повесить какую-то просто картину, полочку и какую-то мелочь проверить, висит она по уровню или нет, то, конечно же, вам хватит бюджетного простого за 35 евро лазерного нивелира. А если вы хотите уже заняться каким-то более серьезным монтажом, работать с гипсокартоном, с каким-то Амструм-конструкциями, вам уже пригодится лазерный нивелир подороже. Из нами предложенных лазерных нивелиров они все справляются очень хорошо со своими задачами. Но если вы хотите прям вообще как профессионал заниматься, можете покупать какие-то сильно брендовые вещи, сильно дороже, конечно, в них будут использоваться детали подороже, и они будут служить сами дольше, это уже решать вам. От себя я хочу пожелать вам хороших, красивых, качественных ремонтов. Ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, и до новых встреч вам. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok